Мы находимся в Музее современного искусства. Перед нами картина Эрнста Людвига Кирхнера «Уличная стена в Дрездене», написанная в 1908 году. Кирхнер считают импрессионистом. Так его характеризуют. Он был участником группы художников «Ди Брюки». То есть «Мост». То есть «Мост», так они себя называли. Что это был за «Мост»? Между чем и чем? Между прошлым и будущим? Да, между прошлым и будущим. Вообще-то это прямая отсылка к Ницше. Это правда? Я об этом не знаю, но так даже интереснее. Вот поэтому и «Мост». Между цивилизацией и сверхчеловеком. Идти по мосту значит открывать себя. Это путь к самоактуализации. Многие немецкие художники и мастера того времени очень интересовались идеями Ницше, да? Вернее, они были одержимы им. Да. Почему именно Ницше? Он разбирал по косточкам основы морали, которые так сковывало культуру всей Европы, особенно Германии. Поэтому молодые художники, а Кирхнеру тогда не было и 30-ти. Да, они все были молоды, их привлекали идеи обновления и всё новое. В Германии промышленная революция началась довольно поздно, не правда ли? Да. Многие изменения произошли за короткий промежуток времени. В конце XIX века Германия очень старалась угнаться за Англией и Францией. Немцы очень старались ради этого. И рост был быстрым. В то же время они пытались выйти за рамки культурных норм. Вдохновлялись идеями Ницше, который указывал путь освобождения от всего, что сдерживает от приличий. Да. Чтобы человек не был скован правилами приличия. На этом полотне чувствуется отчуждённость между фигурами, верно? Точно. Хотя здесь много людей. Картина очень насыщенная и достаточно резкая. Я знаю, что тебе она нравится. Да, очень нравится. А мне совсем не нравится. Я люблю эту картину. Хочу услышать аргументы от вас обеих. Почему тебе не нравится эта картина? Такое чувство, что мужчина смотрит на женщин на улице, и я знаю, что они... Не знаю. По-моему, Кирхнер не слишком далеко ушёл от XIX века. Скажем, от Мунка с его вечером на улице Карла Юхана. Это 1892 год. Здесь тоже прослеживается интерес художника к психологии, к тревоге и отчуждённости в современном мире. И он тоже передаёт это при помощи цвета и мазка. Но Мунк — символист. И мне он нравится. Как и немцам, кстати. Да, они любили его. Он был для них героем. А здесь цвета более яркие, кричащие, трудные для восприятия. Композиция более разрозненная, мазки более открытые. Не уверена, что так выглядит прогресс. К тому же мне неприятно, когда так смотрят на женщин. А мне эта яркость красок как раз и нравится. И эта искажённость, эти оттенки зелёного и оранжевого. Взгляните на оранжевый контур шляпки. Он сияет. Так интересно смотрится. Как будто неон. Говоря о композиции в целом, мне нравится, что в разные моменты бросаются в глаза различные элементы. Думаю, это картина о наблюдениях, о веоризме, о мужском взгляде. Мне очень нравится, что справа мужчина будто наполовину выпадает из поля зрения. Дега уже делал подобное в 1871. Думаю, здесь схвачено ощущение отчуждённости и тревоги немцев. Интересно, что ты упомянула Дега. Ведь в его время Франция прошла почти через то же, что и Германия чуть позже. Но от этого картины Кирхнера не становятся менее достоверным отражением времени. Конечно, это разные художники, но, думаю, для них обоих важна тема индустриальной отчуждённости и городского одиночества. Это определённо картина XX века. Кирхнер явно многому научился и перенял свободу мысли у постимпрессионистов и у других художников. Скажем, фавистов. Точно. Но такая работа с цветом, по-моему, характерна именно для начала XX века. Это не красота фавизма. Нет. Здесь цвета агрессивны. Мне нравится. В ночном кафе Ван Гог хотел передать тьму и нищету с помощью красного и зелёного цветов. Это было за 20 или, может, за 30 лет до Кирхнера. А тут ещё и этот жуткий розовый. Возможно, суть как раз в том, что тебе так не нравится. Женщина здесь выступает как объект. Я знаю, что он изображал уличных проституток. Возможно, это и влияет на моё восприятие картины. Меня беспокоит то, как современные историки рассматривают такие работы. Мне кажется, что уличные сцены с проститутками появились через 5 лет. Уже в Берлине? Уже в Берлине, в Потсдаме, во Фридрихсхаффене, в тех центральных районах, где женщины намного вульгарнее, а мужчины неприкрыто рассматривают их, снуют вокруг них. Это всё мне менее интересно. Причём даже в плане работы с цветом и композицией. Хотя многим его поздние работы нравятся больше. Его стиль более развит, он стал более зрелым художником. А мне нравится эта грубость. Кирхнер сосредоточился на непосредственном восприятии города, его освещении, его движении. Всё постоянно перемещается, меняется. Такое чувство, что даже эти прекрасные розовые пустоты движутся вместе с фигурами, формирующими пространство. По-моему, он экспериментирует. Возможно, он как-то сопереживает этим женщинам. Если бы только я не смотрела на картину через призму более поздних работ с проститутками. Эта женщина смотрит на нас, её освещают городские огни. Ты упомянула не он, и теперь я вижу его. Это огни в сумерках в городе. Она смотрит на нас. И, честно говоря, мне не кажется, что это проститутки. Да, это буржуазные женщины. Думаю, если на время забыть о тех более поздних работах, вполне можно им сопереживать. Думаю, да. Я вижу в них скорее просто отдельные фигуры, и это привлекает меня. Словно это театр. Взгляните на мужчину справа. Он словно колонна. Поддерживает картину, скрепляет её. Он привлекает наш взгляд и в то же время отделяет нас от женских фигур. И всё остальное словно отступает по диагонали влево-вверх, а в центре сцены стоит девочка. Да. Откуда же эта театральность? Думаю, всё дело в освещении и расстановке фигур. Это почти как свет рампы, льющийся снизу. Мне нравится вот что. Хотя это город. Здесь видны едва намеченные трамвайные пути, но зданий нет. Фигуры повсюду. Именно они организуют пространство. В каком-то смысле город создан из людей. Именно это изменчивая толпа и придаёт ему форму. По-моему, это интересная идея. Здесь нет домов. Нет даже перекрёстков. Художник организует пространство с помощью людей и словно строит город из них. Из движущейся массы. Это Кёнигсштрассе. Самая оживлённая улица в Дрездене. Там много магазинов, много людей, движения. Эта улица очень известна и популярна. Поэтому там всегда много народу. Во второй половине XIX века, когда художники часто изображали уличные сцены, тут же Дега. Мне кажется, Кирхнер вдохновлялся работами Дега. Но у Дега гораздо больше зданий самого города. А здесь нет ничего стабильного. Всё постоянно меняется. И в этом есть что-то волшебное. Да. А ещё мне нравится эта маленькая девочка в большой шляпе. Её странная рука, похожая на клешню. Кажется, она держит куклу. Или букет цветов. Или букет цветов, или что-то ещё. Но на картине это выглядит жутковато. А ещё её ноги немного вывернуты. Выглядит несколько неловко. Её волосы свисают по обеим сторонам. Это как-то не слишком изящно. В картине ощущается интересное напряжение между утончённостью, элегантностью платьев и, в целом, агрессивной, неизящной подачей. Такие интересные колебания от одного к другому. Субтитры создавал DimaTorzok